Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров. И мы отправляемся на полуфинальные встречи AirSings Masters, обсуждаем самый интересный момент. Всех с Новым годом, с новым счастьем, здоровья. Итак, поехали. Значит, две полуфинальные пары, напомню, это Аранян, ваш филограф, и Тимур Раджава Даниил Дубов. Дубов обыграл Карлсона накануне, и был очень хорош. Но и вот такое противостояние оказалось весьма непростым. Но начнем мы с матча Максима у Афсиала Грава против Ливона Араняна. И здесь Максим Белыми пытался поставить проблемы Ливонова в берлинском эндшпиле. И, честно говоря, не очень впечатлила вообще его игра. Так как ничего он не получал ни по дебюту, даже, я бы сказал, получал похуже. Но все равно достаточно уверенно шел на все эти позиции. Ну вот в этой, в принципе, партии затяжной, можно сказать, тоже глубокая партия. Конь Белых устремился на достаточно сомнительное поле. Сейчас мы этот момент увидим. После хода слона Д7, Белые съели пешку на А7. Но если бы они не брали, то у них было бы просто похуже. С другой стороны, конь на А7 оказался в западне. Потому что после хода С6 мы видим, что у коня нет нормальных полей. А угрожает чисто, так сказать, прагматичная ладья А8. Ну и попытался Максим тут справиться с управлением. Провел Б4. Но, как мы видим, король черных направился к этому коню. Так сказать, на съедение. И, в общем-то, потеряли здесь белую фигуру. Таким образом, Ронян очень легко эту партию довел до победы. Ну, очень немножко странная даже обыскал партия. Потому что такая, в общем-то, обеспеченная игра со стороны французского гроссмейстера удивила. Ну и вот следующую партию мы также посмотрим. Здесь уже Ливон Ронян играл белыми. Это первый день. Напомню, что они играли два матча. 31-го и 1-го числа. И вот здесь Максим решил двойной пианкет разыграть. Подобную же идею мы чуть позже посмотрим, которая случилась в матче Дубова и Раджавова. Когда черным надо было отыгрываться. Но против классиков, как говорится, не попрешь. Ну и Ронян здесь максимально надежно расставился. Максим пытался осложнить позицию. Но в целом по структуре уже можно было подвести итоги дебюта. Что черным предстоит тяжелая защита. После ферзь Е7, ладей Е1. Все фигуры белых нацелились на центр. Ну и после хода Е5, естественно, Ф5. И ЖФ, ладей Ф5. У белых, в общем-то, нарисовался очень большой и стабильный плюс. Конь Ф8, ладей Ф1. Двигался ферзь, попытался определенные удары нанести. Ну, после хода Ладей Ф8, Маш3, в общем, позиция чуть-чуть успокоилась. И, наверное, здесь черная должна была быть нормальная совершенно игра. Стоило сыграть, наверное, Конь Ф4. Ну, последовало более сложный ход слон Е8. И удалось Ароняну поменять белопольников. Это, конечно, на руку оказалось именно армянскому шахматисту. Ну, и, в общем, здесь мы видим, несмотря на то, что Конь Ф4 хорош, однако он неустойчив. И после Конь Д3, ладей Ф3, произошли еще некоторые размены. И потерялась пешка на Ж6. Очень удивительная и, опять-таки, странная игра от француза была в этом матче. Ну, и белые здесь постепенно поджали, как говорят в таких случаях. Съели фигуру. Уже, можно сказать, черные играли на победу, потому что это был, естественно, зимок. Ну, как мы видим, что Король Белых устремился к пешке в Д6. Есть тут некоторые вопросы, так как есть связанные пешки. Ну, и вот, в общем, возникла такая вот позиция, которую, конечно, проигрывать черными не стоило. Однако, сейчас мы увидим этот момент. Невероятным образом получилось так, что черные просто-напросто пропустили пешку С. И, по сути дела, приговорили себя к такому тяжелейшему мэншплю, где, в общем-то, Максим Вашьев сдался. Вот удивительная совершенно партия. Очень много зевков, как мы видим. Но, тем не менее, победил Араньян. Араньян смотрится неплохо на всех матчах, которых он играл. И заслуженно он попадает в финал. Я вот покажу еще одну зарисовку из второго дня, когда Максим избрал свою излюбленную за счет Грюнфельда. Ну, и здесь, в общем-то, что можно сказать? Возникла такая позиция, такой вот эншпель очень быстро. Ферзи ушли с доски. Ну, и в дальнейшем белые немножко за счет пространства поддавливали. И вот здесь будет момент, который тоже меня немножко удивил. Здесь белые захватили на мертвом прочно, как говорится, поставили и центр в них. Пространства очень много. И после ладят С8, слон Д2, пошли Б6. Ну, и, в общем-то, Богород запустили ладью на Б7. Где она, в общем-то, стояла замечательно. Сели пешку на А7. Ну, и дальше по партии перешла, по сути дела, в технический эншпель. Долго здесь они мучились, но в итоге Ронян добрался тут до короля в какой-то момент. Сейчас мы этот момент увидим. После многочисленных переводов, все-таки пешки оказались слабы. Хоть и мало фигур на доске уже было. Однако замучил, как говорится, француза в таких случаях. Вот, и успел отъесть еще пешку на А5. Ну, а дальше, по сути дела, тоже был момент техники, который Ронян и продемонстрирует. Таким образом, выбил ваш Елограва в борьбе за финальный матч. И, по сути дела, матч за третье место уже, конечно, не так интересен будет, как того ожидали. Ну, в общем, длительная здесь партия. Я говорю, вот здесь можем сейчас увидеть, в какой-то момент уже слона белые сейчас отъедят. И на этом партия, в принципе, завершится. Да, вот сейчас будет этот момент. Да, ну, как-то так. Ну, и совершенно заслуженно Ронян выходит в финал. А у Дани Дубова с Тимуром Роджабовым тоже была дикая совершенно битва. Однако, Даня, похоже, все свои силы, эмоциональные прежде всего, оставил в матче с Карлсоном. Потому что матч полуфинала был явно, как сказать, креном в пользу Роджабова. То есть, Роджабов играл легко и уверенно. В то время, как у Дани, немножко не складывалась игра совсем. И вот первая партия, то есть, первого игрового дня. Некоторые моменты сейчас я покажу. Челябинский вариант, который Роджабов готовил к матчам претендентов. Ну, и что можно сказать? В принципе, вот такая вот мягкая игра, я бы сказал, нестандартна для Дани Дубова. Все-таки он более у нас, чаще мы видим ему какие-то агрессивные шахматы. Но, несмотря на все это, то есть, у белых есть определенное давление. Видите, ладья идет на Д3. И в целом, итогами дебюта белые наверняка были довольны. Ну, не так все просто, потому что вот после хода ладья Е8, ладья Д3, черная пешка двинулась на Е4. Это уже был первый звоночек, который стоило, конечно, присмотреться, которому стоило. Ну, вот последовал сразу какой-то мгновенный удар на Ф6. Какой, конечно, в голову сразу может и не прийти. Удар на Д6. Но после холодного ладья Ф5 выяснилось, что белые остаются без фигуры. То есть, по сути дела, произошел зевок. Ну, и дальше, в общем, партию, конечно, мы можем смотреть, можем не смотреть. Но после ладья С6, еще такой красивый удар на Ф2. Король М2, Ферзь С6. В итоге черные остались мощной пешкой Е. И в дальнейшем партию довели до победы. Ну, не буду слишком долго здесь ваше внимание оставлять. Здесь пойдем дальше. Итак, ну, еще одна партия, где Рожабов играл белыми. И вот здесь, в этой позиции, славянский треугольник разыграл. Тимур играет очень редкий продолжение. Выбирает СД, который никогда не сулил у белым никаких дивидендов. Особенно эта структура кразбатская. Именно в таком порядке при коне на Ф3 считалась всегда спокойной. И совершенно прочной для черных. Слон всегда хочет попасть на Ф5. Ну, вот входом Ферзь С2 навеяло нам знаменитую партию Портиш Каспаров. Конь А6, это правильная реакция. А3. А вот дальше? Дальше, похоже, Даня немножко что-то забыл или перепутал. Пошел на вот эту позицию после хода коней Е6. Уже, можно сказать, черные не успевают решить всех вопросов. Итак, слон Х4, слон Е7, Е3, Ж6. Да, то есть черные свою классическую идею хотят провести. Но дело в том, что даже проведя эту идею, белые все-таки имеют стандартную простую игру в атаке пешечного меньшинства. Ну и, в общем, так оно и произошло вскоре. Мы сейчас увидим позицию. Более чем классическую. Ну и, в общем-то, слабость на С6 образовалась у черных. Мы видим стандартная такая, в общем-то, позиция. Ну и вот Раджабов немножко присел, говорится, на эту слабость начал присматриваться. Конь Д2 держит поля Е4 и С4, а конь С4 направляется в район Б6 и С5. Неприятная позиция возникла на ровном месте. Ну и попытался тут Даня как-то отбиваться. В принципе, он стоял здесь уверенно. Но давайте сейчас посмотрим. В принципе, позиция была все-таки, наверное, ближе к равенству. Но в какой-то момент все-таки что-то треснуло. И вот этот момент сейчас мы и увидим. Итак, пришел нержинный конь на Е5 и выяснил, что пешку на С6 держать нечем. То есть, черные, очевидно, пропустили момент для перестройки и не досмотрели за такими вот ресурсами. Ну и в итоге получили лишнюю пешку белую. И затем вот перешли вот в такую-то Эншпель. Эншпель оказался неприятным. То есть, может быть, и выдержать и можно. Но в целом, конечно, очень неприятно. Раджабов здесь, как говорится, двигал пока фигурами туда-сюда. Для того, чтобы накопить некоторое время и оказать давление. Ну и вот постепенно-постепенно Даня перевел короля на Д5. Что, в общем, тоже имеет, конечно, смысл. И в дальнейшем вот попытался как-то зацепиться за эту пешку Д. Но пешка Д в какой-то момент начала двигаться. Сейчас мы увидим этот момент. А, двигаться я сказал. На самом деле белый просто-напросто ее потеряли. Да, я совсем забыл, что Д5 у меня записан был вариант. Так что я прошу прощения. Да, в общем, была абсолютно равная позиция. Но черный король, вот если вы смотрите предыдущие, смотрели предыдущие обзоры. Бывает, что король отрезан и не участвует в защите. Так и здесь что-то произошло неладное. Мы видим такую позицию. Да, не просто-напросто зевнул пешку. То есть, зевков было очень много, как я уже говорил. И вот эта позиция уже оказалась крайне приятна, потому что и король отрезан, и уже пешка на Ж6 является проблемой. Ну и здесь вот после некоторых заходов выяснилось, что держать уже нечем. Ж5 было брать нельзя из-за шаха на Е5. И таким вот образом Раджабов закрепил свое преимущество первого дня. Ну а второй день для него сложился не менее успешно. Значит, в такой вот первой партии практически Даня сразу же зарядил ход Ж4. Ну вот, сверхагрессивный ход. Но черные здесь обычно хладнокровно делают тракировку. Да, и вот это движение пешки Ж4 все-таки оно чересчур, чересчур адрессивно. Ну вот, что было дальше. Ну, это была очень спокойная, хладнокровная игра со стороны Раджабова. И в какой-то момент начал двигать и в центре пешки Е5. Сейчас мы увидим ход Ф5. И после Ж4 Ф6 позиции, в общем-то, можно было подвести итоги дебюта неутешительными для белых. У них все фигуры разбиты. По большому счету идей не наблюдается. Ну и так оно и, в принципе, случилось в партии. То есть черные здесь полностью контролировали ход борьбы. После некоторых перестроек выменивает еще и слона. И, казалось бы, вроде бы уже сейчас близок к каким-то идеям грозит Ф4, если ладья уходит на Д7. Но последовал хладнокровный ход Ф5, который позволил Дане найти простейший удар на Б6. Однако, почему этого не произошло, мне понять сложно. Было взятие и на АБ просто-напросто Е4. Черные и белые бы побеждали на ровном месте. Однако, удивительным образом, ладья Б6 Дане не пошел. Очевидно, что тоже, видимо, форма была далека от лучшей. Но, как я уже сказал, видимо, все силы были отданы нам победой над Карлсоном. На победу, да. Ну, а вот последовали вместо того, чтобы самостоятельную тактику провести. Даня, наоборот, прозевал. Прозевал очень крупно. Но и вот эта позиция уже, конечно, совершенно безнадежно. Все пешки падают. Ну, и, в общем-то, здесь уже техническая позиция в пользу Раджабова возникла. Ну, и дальше, в общем-то, смотреть уже нечего. Такой вот коневик без двух. То есть, еще связанные пешки. Ну, партия здесь дальше мы и не смотрим. Ну, и последняя, наверное, партия, которая как раз-таки случилась. То есть, был как раз-таки двойной фианкет, о котором я говорил ранее. И здесь Раджабов играл крайне крепко, надежно. В принципе, уже ему достаточно было не проиграть эту партию, чтобы обеспечить выход в финал. Ну, а Дане нужна была только победа. То есть, он здесь старался как-то находить какие-то ресурсы, держать, как говорится, напряжение. Однако, вот смотрите, как легко и просто работал Раджабов. В общем, такая вот позиция вскоре возникла, где белые предлагают черным высказаться. Начинают двигаться туда-сюда и, в общем-то, заставляют белых черных рисковать. Ну, и в какой-то момент произошло изменение структуры. Черные провели Б5. И после некоторых движений, сейчас мы увидим, наверное, чересчур агрессивного хода Е5. И ферзь Е6. Ферзь вернулся на Ф4 и выяснил, что позиция неприятная. Пешка Д6 слаба. Приходится возвращаться к коню на Е8 на нападение на ферзяк. Ферзь Д7. И здесь белые заняли прекрасные позиции. Такой щекольный Е4 начал врываться в район поля Ф6. Угрожает ферзь бьет С7 с вилкой дальнейшей. Поэтому черные убирают эту ладьюсь под боем. Ну, а следует удар на С4. То есть, очень много зевков, как я сказал, тактического характера в этом матче присутствует со стороны, к сожалению, нашего гроссмейстера. Ну, и, в общем-то, естественно, неприятно. Но что сделать после некоторых движений? Черным уже пришлось идти ва-банк полностью. Ну, здесь хладнокровно. Раджабов сделал пару ходов. Ну, и после чего партия завершилась. Вот таким вот образом. Партия и матч соответственно. Ну, что же, у нас ожидается крайне интересный матч финальный. Ранян Раджабов. Ну, и матч за третье место. Ваш Елограва и Даня Дубова. Также будет интересен нашим любителям шахмат. Кто поддерживает Даню, кто болеет за Россию. Ну, а я с вами прощаюсь на этом. До новых встреч. Хорошего вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok